В начале 1980-х в советском Казахстане появилась жестокая и крайне опасная банда. Они убивали милиционеров, таксистов, грабили кассиров, а также пытали и насиловали школьниц. На счету этих зверей 13 доказанных жертв, хотя сам главарь признался в убийстве 17-ти. Сегодня наш рассказ будет о самой кровавой банде Казахстана и одной из самых жестоких группировок в СССР, известной как «Шакалы». Итак, будущий главарь ОПГ Виктор Можаев родился в 1956 году в Казахской ССР. В школе Витя учился плохо, зато увлекался тяжелой атлетикой и тренеры прочили ему неплохую спортивную карьеру. Но никаких высот Можаев не достиг. Со временем из-за лени он перестал посещать тренировки, а затем и вовсе забросил спорт. Что делать, конечно, было нельзя. Ведь всем известно, что спорт – это жизнь. АССР – сверхдержава. Первое в мире социалистическое государство. Советский Союз спас мир от фашизма. Первым отправил человека в космос и имел огромную экономику, которая производила 20% мировой промышленной продукции. Труд советских людей покорил атом. Создавал электростанции, заводы, железные дороги, больницы, школы. Дал бесплатное жилье, образование и медицину миллионам людей. Советские ученые двигали мировую науку вперед. Спортсмены установили сотни мировых рекордов. Советские кинематографы искусства процветали. А люди были самыми читающими в мире. Было ли все так хорошо в Советском Союзе? С какими проблемами сталкивалась социалистическая сверхдержава? И почему Советский Союз развалился? Узнайте главное о Советском Союзе в новых видео на канале Лекторий Достоевский. Переходите по ссылке в описании к видео и подписывайтесь. Витя нашел себе новое увлечение. Рэкет. Он стал грабить школьников и вымогать у них деньги. Незадолго до своего совершеннолетия Можаев сцепился в драки со случайным прохожим, которого ударил ножом. За нанесение тяжких телесных повреждений гопник попал за решетку на 4 года. Однако на зоне он вел себя примерно и через пару лет был освобожден по УДО. Виктор обосновался в Алма-Ате, завел семью и устроился рабочим в Теньшанскую астрономическую обсерваторию. После снятия административного надзора Можаев работал водителем в спортивном комитете Казахской ССР. Но зарплата не устраивала парня. И в 1979 году вместе с 22-летним бывшим одноклассником Николаем Немчиным Можаев начал воровать. Кроме того, подельники решили угонять автомобили и продавать их на запчасти. Но от этого плана им вскоре пришлось отказаться. У молодых людей не было гаража, где можно было бы спокойно разбирать машины на запчасти. Впрочем, с годами аппетиты Можаева росли. В начале 1983 года он сколотил банду, в которую, кроме Немчина, вошел ранее судимый за кражу Владимир Токарев. Позже к группировке примкнул и некий Михаил Салуянов. Бандиты начали с того, что вскрывали автомобили и воровали из них магнитолы. Но быстро дошли до разбоев. Ночами они караулили прохожих в районе Ташкентской улицы. Можаев изо всех сил бил жертву по голове. А затем его подельники похищали одежду и другие ценности. Четвертое их нападение закончилось убийством. Бандиты напали на тренера по единоборствам, который выстоял после мощного удара Можаева и сам пустил в ход кулаки. Тогда главарь достал из кармана охотничий нож, который незадолго до этого стащил на свадьбе у знакомого вора, и несколькими ударами убил тренера. После этого бандиты пообещали друг другу, что больше не оставят ни одну свою жертву в живых. И надо сказать, это обещание, жестокое, кровавое и циничное, они сдержали. После налетов бандиты отдыхали в компании случайных женщин, которых после знакомства приглашали в домик главаря Можаева в поселке Ужат. Но гости не подозревали, что обратно уже не вернутся. Разбойники насиловали их, убивали и похищали все ценное. Порой добыча бандитов оказывалась немалой. Так, изнасиловав и задушив очередную жертву, преступники забрали у нее дубленку, серьги, кольцо, перстень с рубином и 300 рублей с кошелька. За всю добычу убийцы выручили 800 рублей. Хорошие по тем временам деньги. Всего от рук преступников погибли как минимум 4 женщины, тела которых они сбрасывали в реки и колодцы. А в марте 1983 года жертвами разбойников стали две ученицы 11 класса, Анна Марченко и Екатерина Седошова. На свою беду школьницы согласились на предложение незнакомцев довести их до дома. Девочек посадили в машину, а потом изнасиловали и убили. Тела их сбросили в речку. Весной 1983 года ряды разбойников покинул Владимир Токарев. Нервы которого сдали после очередного изнасилования и убийства. В тот день он был за рулем, а его подельники посадили на заднее сиденье очередную случайную знакомую. Вот слова из показаний Токарева. В какой-то момент машина остановилась. Женщину вывели из салона и надругались над ней. Скандала не было. Когда женщина села обратно в машину, она не плакала. Ей денег дали, она обрадовалась. Сто рублей – это разве не деньги для нее? Я уже думал, что не будут ее убивать, потому что ей деньги дали. Когда выехали на дорогу, я смотрю, она уже мертва. Между тем, оставшегося в банде Немчина, главарь Мажаев стал подбивать на крупные дела. Он предложил тому грабить кассиров предприятий Алматы. Правда, у разбойников был лишь обрез, но их лидер быстро придумал, как достать еще оружие. Во времена СССР очень трудно было раздобыть огнестрел. Бандиты Мажаева решили эту проблему легко, но со зверской жестокостью. Поздней ночью, 23 апреля 1983 года, на служебной «Волге» Мажаев вместе с Немчином приехали к санаторию Совета Министров. На проходной дежурил знакомый милиционер главаря Мунгаев, вооруженный пистолетом Макарова. Дежурный узнал Мажаева, который попросил пустить его вместе с другом в помещение КПП. Якобы для того, чтобы позвонить. Но как только бандиты вошли, Немчин ударил милиционера ножом в грудь, а потом стал бить снова и снова. Мунгаев отпрянул, прижался к стене и начал сопротивляться. Он пытался вытащить пистолет, но не успел. Мажаев выхватил из-под куртки обрез и добил милиционера двумя выстрелами. Забрав у убитого пистолет и запасной магазин, к нему налетчики скрылись. Расследование жестокого убийства милиционера взяли на контроль в Москве. Но найти причастных к нему по горячим следам не удалось. Теперь бандиты были достаточно вооружены для того, чтобы пойти на первый серьезный налет, жертвой которого должна была стать кассир предприятия «Спецдормаш» Анна Урманова. Разбойники изучили время, в которое кассир ездил в банк получать заработную плату для коллектива и узнали, кто ее сопровождает. На заранее угнанном мотоцикле «Ява» 25 мая разбойники подкараулили женщину неподалеку от места ее работы. По расчетам преступников, в тот день Урманова должна была ввести крупную сумму наличными. Зарплаты сотрудников – «Спецдормаша». Дождавшись появления кассирши, Можаев подбежал к ней и убил выстрелом в упор. Свидетелями преступления стали несколько случайных прохожих. Одни замерли в ужасе, другие бросились бежать. А стрелок, забрав сумку кассирши, вместе с немчаном скрылся на мотоцикле. В сумке Урмановой оказалось лишь тысяча рублей. Преступление было совершено грамотно, и милиция сразу же была направлена по ложному следу. Напавший на кассира Можаев был одет в кожаную курточку. На нем был мотоциклетный шлем и очки. Это привело следствие к мысли, что преступление совершено рокерами. Спустя некоторое время Можаев принялся за разработку плана нового налета. Во время тренировки в одном из местных спортзалов он решил разговорить знакомого сержанта ГАИ. В непринужденной беседе Можаев узнал у милиционера, сколько времени нужно для прибытия на вызов, в каких случаях можно применять стабельное оружие и так далее. Сержант ответил на все вопросы знакомого, но счел его интерес к служебным делам весьма странным, и доложил о разговоре начальству. Вскоре о Можаеве и Немчине узнали сыщики, которые пытались найти убийц кассира Урмановой. Обоих подозреваемых задержали, а в их домах провели тщательные обыски, но не нашли никаких улик. Не опознали Можаева с Немчином и свидетели убийства кассира, лишь отметив, что их телосложение схоже с налетчиками, которых они видели. В итоге трое суток спустя милиционерам пришлось отпустить бандитов. Задержание ничуть не смутило главаря. Оказавшись дома, он сразу же стал работать над планом нового налета. На этот раз целью бандитов стали кассиры машиностроительного завода 20 лет октября. Из своих источников Можаев узнал, что те могут перевозить от 200 до 300 тысяч рублей. Но в пути кассиров всегда сопровождал вооруженный водитель-охранник. Поэтому главарь решил, что идти на дело лишь с обрезом и пистолетом Макарова слишком рискованно. Требовалось еще оружие. Тогда разбойники задумали достать автоматы, убив солдат воинской части на улице Татибекова. Можаев знал, что при смене караула у КПП на 70-м разъезде трое бойцов возвращаются в часть по безлюдной дороге. Напасть на них бандиты решили ранним утром до рассвета. Около четырех часов утра они поймали такси и приехали на стоянку около КПП. Они попросили таксиста Вакулина подождать и, сидя в салоне, поджидали солдат. Но внезапно все пошло не по плану. Таксист заподозрил неладное и попытался выскочить из салона. В последний момент один из бандитов вцепился в шофера и между ними завязалась ожесточенная борьба. Можаев бросился на помощь подельнику и воткнул таксисту нож в грудь. Но Вакулин оказался не из робких. Он рывком вытащил нож из своего тела и атаковал разбойников. Ожесточенная борьба длилась около 20 минут. До тех пор, пока Можаев не убил Вакулина, схватив таксиста за волосы и перерезав ему горло. Но когда бандиты, наконец, разделались с шофером, смена караула уже завершилась. Солдаты успели уйти в часть. Бросив машину с убитым таксистом на стоянке, разбойники отправились по домам. Разочарованные провалом, убийцы решили оставить план с автоматами и идти на новое дело с тем оружием, которое у них было. Они задумали ограбить кассиров крупного производственного объединения асфальтобетон. 16 октября Можаев с сообщниками появились на улице Ташкентской, где остановили проезжавший мимо УАЗ-469. Водитель на свою беду согласился подвезти бандитов, за что поплатился жизнью. По одним данным, с ним расправились при помощи удавки, по другим нанесли ему 12 ножевых ранений. Погрузив тело убитого в багажник, подельники доехали до здания асфальтобетона и припарковали у УАЗ неподалеку от него. Надев захваченные с собой комбинезоны, респираторы и подшлемники, бандиты слились с толпой рабочих, идущих на смену. Никакого подозрения у охраны они не вызвали и спокойно прошли на территорию асфальтобетона. В 14.00 в холл административного здания вошли кассир Ирина Покровская, бухгалтер Татьяна Складанная и начальник гражданской обороны завода Александр Бычков, вооруженный наганом. Они приехали из банка и привезли более 110 тысяч рублей на зарплаты рабочим. В этот момент следом за ними вошли трое бандитов. Двое из них, достав пистолет и обрез, открыли по кассирам огонь на поражение. Бухгалтер Складанная успела юркнуть в лестничный пролет и прижаться к стене. Она с ужасом наблюдала, как охранник Бычков упал на пол, а из его шеи страшной струей хлистала кровь. Одна из пуль пробила ему сонную артерию. Кассир Покровская спрятаться не успела. Главарь банды Можаев подбежал к ней, схватил за волосы и убил выстрелом в упор. В это время Немчин попытался выхватить сумку у умирающего Бычкова, но тот никак не хотел выпускать ее из рук. «Какого черта ты возишься?» – крикнул подельнику Можаев, а затем подбежал к Бычкову и добил его выстрелом в сердце. Расправившись с перевозчиками денег, бандиты добрались до припаркованного автомобиля УАЗ и скрылись на нем. Подсчитав наличные в укромном месте, разбойники остались более чем довольны добычей. Она составила рекордные для них 109 тысяч 750 рублей. Поделив деньги, Можаев взял себе 40 тысяч Немчин и Салуянов по 35. Бандиты начали их тратить. Можаев купил детям дорогие игрушки. Немчин подарил жене золотые украшения, а Салуянов, который собирался жениться, положил наличные в банк под проценты. Это преступление получило всесоюзный резонанс. Банду окрестили шакалами. К расследованию беспрецедентного для казахской СССР преступления привлекли 11 оперативно-следственных групп, деятельность которых координировал начальник штаба при УВД Алма-Аты, полковник милиции Кенес Арыстанов. На помощь коллегам из столичного главка уголовного розыска МВД прибыли три опытных оперативника. Руководителем группы от МВД назначили полковника Габдрахима Мендешева. Опера проделали колоссальную работу. Но ни одна из 11 следственно-оперативных групп на след налетчиков и убийц так и не вышла. А Можаев с подельниками временно вернулись к обычной жизни. Оставшиеся у него наличные 25 тысяч рублей Виктор сложил в чемодан вместе с пятью ножами, обрезом, патронами, удавками и масками, а затем отнес сумку на временное хранение к своему приятелю-инженеру. С мертвой точки дело банды шакалов сдвинулось лишь в 1986 году, когда в один из алмаатинских вытрезвителей попал некто Мусаев. Проверив 28-летнего мужчину по базам, милиционеры выяснили, что тот находится в розыске. Некоторое время назад в одной из пивных советского района Мусаев пырнул ножом своего собутыльника. Попав из вытрезвителя в камеру СИЗО, задержанный внезапно предложил следователям сделку. Он выдает им тех, кто ограбил асфальтобетон, а взамен получает свободу от уголовной ответственности. Следователи пообещали, что они сделают все возможное, чтобы закрыть его дело примирением сторон. И тогда Мусаев признался, что часто выпивал с младшим братом Михаила Салуянова, участника банды шакалов. Тот предлагал Мусаеву создать собственную банду, а заодно рассказал обо всех налетах, в которых участвовал его брат, в том числе и о нападении на перевозчиков денег асфальтобетона. Старшего Салуянова оперативники решили брать так, чтобы его сообщники ни о чем не заподозрили. Был разработан хитроумный план. По просьбе сыщиков, главврач больницы, где Салуянов работал водителем скорой, сообщил тому о грядущей командировке в Ригу. Якобы Михаилу предстояло перегнать в другой город служебный РАФ-2203. Дождавшись, когда о своем отъезде бандит сообщит Мажаеву и Немчину, оперативники задержали Салуянова. В момент, когда Салуянов давал показания против Мажаева и Немчина, те думали, что их подельник находится в командировке и даже не подозревали, что оперативники готовят операцию по их задержанию. Арестовывали их в один день. Немчин оказался в руках милиционеров в тот момент, когда высадил проректора у здания вуза. А для поимки Мажаева сыщики решили привлечь его приятеля, бывшего сотрудника ГАИ, которого взамен на его помощь пообещали восстановить в должности. Так как Мажаев работал в спорткомитете, экс-гаишник попросил его достать красивый спортивный костюм. Мажаев согласился, и друзья на ниве бывшего гаишника отправились за Олимпийкой. Согласно плану на пересечении космонавтов и Абая их остановил настоящий инспектор ГАИ. Гаишник принялся обвинять водителя в незаконном извозе, грозя ему крупным штрафом. Тот, картинно возмущаясь, стал просить Мажаева подтвердить, что они друзья. Оба вышли из салона, и за разбором полетов главарь банды даже не заметил, как к нему подошли оперативники. В итоге Мажаев не успел вытащить из кармана Макаров. Ему заломили руки, надели наручники и доставили в отдел. Но на первых допросах и он, и Немчин упорно молчали. Между тем, их показания были очень важны, ведь сдавший подельников Салуянов не знал, где они прячут деньги и оружие. Тогда следователи решили пойти на хитрость. Чтобы заставить Мажаева давать показания, они записали показания Салуянова сразу на две кассеты. И сказав Мажаеву, будто оба его подельника уже раскололись, предложили послушать любую на выбор. Выслушав признание Салуянова, главарь решил, что оперативники все уже знают. Он сник и стал кайцем. Виктор Мажаев признался во всех 38 преступлениях, которые ему инкриминировали. И взял на себя ответственность за смерть 17 человек. Однако удалось доказать причастность его банды лишь к 13 убийствам. Выдал главарь и адрес товарища инженера, который хранил чемодан с оружием и деньгами. Осенью 1989 года Виктор Мажаев и Николай Немчин были приговорены к высшей мере наказания. И вскоре после этого расстреляны. Михаил Салуянов активно сотрудничал со следствием и сумел избежать смертной казни. Он отправился в колонию на 20 лет. И последний бандит Владимир Токарев, который отошел от дел задолго до разгрома группировки, также не избежал суда и получил 15 лет лишения свободы. За раскрытие этого громкого и сложного дела полковники Габдрахим Мендешев и Кенес Аристанов были награждены орденами Красной Звезды. Так в деле шакалов была поставлена точка. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!